Итак, всем здрасте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и мы продолжаем подводить итоги очередного тура чемпионата России. Не так давно закончились последние матчи, мы узнали последние провалы и последние успехи в рамках этого тура, но все это касается каких-то общекомандных результатов. Кто-то выиграл, кто-то проиграл и так далее. Тут все ясно. А вот что касается индивидуальных перформансов и того, кто из футболистов себя показал здорово, а кто плохо, тут пока что мы до конца не разобрались. Поэтому здесь я решил составить символическую сборную очередного тура российского чемпионата, чтобы выделить лучшего вратаря, лучшего правого защитника и лучшего левого хавбека и сделать какие-то общие выводы из этого раунда. Давайте разберемся, кто же тут оказался круче всех. Меня спрашивают, откуда я узнаю все футбольные новости? И я вам отвечу. С сайта Футбольное Обозрение. Здесь вы получите наиболее оперативную и наиболее информативную сводку с футбольных полей России и Европы. Почитаете последние интервью тренеров и игроков, узнаете результаты во всех ведущих чемпионатах Европы. А также можете ознакомиться с разными инсайдами и трансферными слухами касательно того, кого купит Спартак, Зенит или кто-то еще. На футбольном обозрении вы можете ознакомиться еще и с очень большим количеством аналитических материалов. Здесь есть замечательные статьи, посвященные сборной России, футбольным клубам нашей страны и иностранным чемпионатам. Так что, ребят, проходите по ссылочке в описании на сайт Футбольное Обозрение и знакомьтесь с последними новостями российского и иностранного футбола. Ну а мы переходим к позиции номер один. Начинаем с вратаря. И здесь я бы отдал, ну, знаете, свой голос за галкипера Динамо Лещука. Да, я понимаю, что он пропустил три мяча. И это, прям, скажем так, себе показатель. К тому же, в некоторых эпизодах к нему все-таки были вопросы касательно того, как он себя проявил на последнем рубеже. Однако, следует признать, что взятые пенальти и общее количество сейвов, которых было сразу семь в этом туре, не может не восхищать. Ну и, будем откровенны, в этом туре вообще мало было галкипера, в котором не было претензий в принципе. Каждому можно за что-то зацепиться. Но ни у кого из них нету взятого пенальти и еще шести других сейвов. Поэтому здесь Лещук, который тащил свою команду как мог на последнем рубеже, компенсируя кошмарные провалы динамовской защиты, вот он здесь попадает в нашу символическую сборную. Потому что, если бы не он, Динамо бы точно проиграл. Их оборона, это, конечно, что-то с чем-то. Понятное дело, не было Бальбуена, были другие проблемы, Майсторович до сих пор не играет и некоторые другие футболисты. Но, тем не менее, так играть в защите, это просто что-то нереальное. Нельзя так играть даже на уровне РПЛ. Хорошо, что есть галкипер, который такими матчами постепенно будет завоевывать себе стабильное место номер один в составе команды. Есть, конечно же, Шунин, который будет конкурентом. Но если Ли Щук так будет стабильно играть в составе Динамо и показывать такие перформансы, он может стать постоянным первым номером на длительную дистанцию. Что касается центра защиты, здесь будет еще один спорный персонаж, это Осипенко. Спорный, потому что здесь, опять же, пенальти становится ключевым фактором. Он его не реализовал. И это считается косяком достаточно серьезным для полевого футболиста. Однако, потом Осипенко исправился у чужих ворот, забив гол и сравняв счет в этой встрече. Ну и к тому же Осипенко в обороне. Пахал как мог. Просто, знаете, если бы не Осипенко, здесь бы, наверное, опять же, Ростов пропустил бы больше одного мяча, и все бы закончилось совсем печально. Осипенко и отбирал мяч, и перехватывал. Плюс к этому, в одном из эпизодов, когда Песьякова уже пробили, и мяч катился в сетку ворот, именно Осипенко на последнем рубеже подстраховал и спас свою команду. Поэтому здесь, я думаю, он заслуживает место в составе. Дальше у нас идет Тесленко из Рубина. Ну прям, моя радость какая-то сплошная по национальному признаку. Лещук, Осипенко, Тесленко — сплошь российские игроки с украинскими корнями. Цегарно. Ну ладно, давайте теперь ближе к делу. Тесленко, во-первых, помог своей команде выиграть, и выиграет в сухую. В этом матче Рубин обыграл своего соперника 1-0. Но самое главное, что Тесленко, по версии, например, сайта WhoScored, который подсчитывает все технико-тактические действия, оказался лучшим футболистом этой игры. С самой высокой оценкой, самой высокой эффективностью в плане статистики. И у нее действительно несколько отборов и перехватов, куча выигранных единоборств. Отличный матч от Тесленко, который, знаете, вот так вот потихонечку может стать вполне себе реальным кандидатом на место в сборной России. Потому что там Джики, какой-то не такой Дивеев травмирован, куча других проблем. А вот тут появляется такой вот толковый футболист. Дальше. С флангами защита сложновато, потому что в этом туре было не так много игроков, которые прям удивили на позиции крайнего защитника. Можно вспомнить Тодоровича, который гол красивый забил, но он в обороне не всегда был идеален. А вот кто меня прям удивил, так это Виктор Моузес, который на позиции правого защитника, играя в ситуации 10 на 11, когда спартаковцев было меньше, вот он смог показать себя очень достойно. Да, он отыграл всего один тайм, но тем не менее. Он отыграл один тайм в меньшинстве, а это идет за два. К тому же Моузес играл не на своей позиции. Он появлялся правым латералем без вопросов, но на позиции крайнего защитника нет, это немножко не его, мягко говоря. И ничего, справился при том, что играет на старости лет. Не пацан уже, но отбегал как нужно. Поэтому Моузесу за такой вот трудовой подвиг я выделяю позицию лучшего правого защитника. Ну а лучшим левым, ну например, будет Круговой, потому что тут тоже особая история. Круговой это игрок резерва Зенита в этом сезоне, не всегда он появляется, не всегда выходит. Но вот тут, в такой обновленной схеме Зенита, в обновленной роли для самого себя, оказался одним из лучших футболистов своей команды в очередном победном матче. Отдал две ключевые передачи, две успешные обводки сделал, в защите был надежен. В общем, здесь вновь крайние защитники Зенита становятся таким, знаете, мотором команды. То Дуглас Сантос, то Круговой, то еще кто-то. В общем, фланги для Зенита, это все и вся, это Альфа и Омега, их командные игры. Поэтому тут, я считаю, что Круговой заслуживает место в составе. Дальше, центр поля. Тут у нас Вячеслав Якимов, игрок факела, который оформил гол пью спас. Ну и тут как бы, какие могут быть вопросы. Он принес своей команде победу фактически, поучаствовав в обеих голевых атаках непосредственно. Выжиг все, что можно в центре поля. И это все при том, что он как бы, ну, он значительную часть своих матчей в этом сезоне провел в обороне. А тут в специфической роли для самого себя оказался невероятно эффективен. Кстати, этот тур вообще богат. Видите, какие-то преображения. Моузес в новой роли, Якимов в новой роли. И все оказались эффективны. Вот такой вот тур экспериментов. Пруцов, Спартаковец, в отличие от Якимова, куда больше привык к позиций чистого центрального хавбека. И вот здесь, в матче против Локомотива, на мой взгляд, он был одним из лучших. В составе Спартака, если не лучшим вообще. Он поучаствовал в голевой атаке. Он был очень полезен в центре поля. Да, конечно, были свои ошибки и свои косяки. Но на нем очень многое держалось. В том числе и в тот момент, когда Спартак играл 10 на 11. Поэтому Пруцов, это один из тех футболистов Спартака, который сейчас смотрится надеждой команды на определенный ренессанс. Футболист толковый, молодой, перспективный. Вот, пожалуйста, попадает в мою символическую сборную. Дальше у нас идет на позиции одного из атакующих хавбеков, Абазбек Фейзулаев. Ну, тут какие могут быть вопросы. В матче против Пари-НН он фактически принес своей команде победу. Отдал голевую передачу на своего игрока. Потом отдал голевую передачу на противника. Ну, то есть он нагрузил. А один из футболистов Пари-НН взял, да и срезал мяч в собственные ворота. Поэтому, можно сказать, отдал две голевые передачи, которые принесли его команде победу. Победу со счетом 3-2. Именно Фейзулаев здесь оформил решающие забитые мячи. Причем в тяжелейшем матче против Пари-НН, против вот этой неустопчивой команды, которая умеет встать в обороне, сидеть в автобусе, и которую порой хрен прорвешь. А вот здесь Фейзулаев нашел подход к такому неприятному сопернику. Ну и плюс, Фейзулаев был еще и признан лучшим игроком октября. Это, конечно, не относится к этому матчу, но до кучи получается, что все более и более звездной личностью становится вот этот узбекский атакующий хавбек. Рядом с ним у нас окажется Зиньковский. Игрок, который по версии статистического сайта Huskort, который подсчитывает технико-тактические действия, был признан лучшим футболистом центрального матча. То есть московского дерби, локомотив «Спартак». И неудивительно. У него забитый мяч, у него три успешные обводки, у него куча других ярких эпизодов. Ну и при этом он был одним из тех, кто после удаления Холусевича закрывал позиции в защите. Он, конечно, закрывал их не так долго, как Моузес, но тем не менее. Он был вынужден сыграть на фланге обороны, начиная от момента удаления Холусевича, заканчивая перерывом, когда уже вышел на поле Моузес. Поэтому Зиньковский провел отличную встречу, заслуженно, на мой взгляд, должен оказаться здесь в сборной Тура. Ну и дальше у нас сразу два нападающих, которые отметились забитыми мячами. Это Кордуба и Дзюба. Вообще выбор был большой. Нападающих, которые отметились забитыми мячами, достаточно много. Но Дзюба и Кордуба, скажем так, помимо забитых мячей, принесли еще очень много пользы. Кордуба поучаствовал во второй голевой атаке и таким образом принес команде во многом фактически очередную победу. Что касается других нюансов, Кордуба здорово прессинговал, здорово боролся и выполнял очень много креативных функций. Что касается Дзюбы, ну он провел очередной вдохновенный матч против Спартака, против родной команды. Забил гол, спася локомотив от, в общем-то, потенциального провала, потому что проиграть действую в большинстве, это, конечно, так себе история. Ну и плюс к этому Дзюба обеспечил то самое большинство. В одном из эпизодов именно он смог так развернуть атаку, что в итоге получилась вот эта вот ситуация с удалением Хлусевича. Так что здесь Дзюба максимально помог своему коллективу, но тот не смог добиться итоговой победы в матче с принципиальным соперником. В целом, вот такой вот список лучших игроков. Что думаете вы? Пишите в комментариях, ваше мнение и ваши символические сборные. Кого вы считаете лучше? ваше мнение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!